Железные дороги это малоизвестный, малоизученный пласт нашего наследия, архитектурного, инженерного, исторического. И хотя бы немножко углубившись в железнодорожную архитектуру, мы с удивлением увидим те же фамилии, которые мы привыкли видеть на центральных улицах наших городов. Эти же архитекторы стали авторами множества прославленных ансамблей. И вот они же, эти же люди, в то же время работали и на железных дорогах. Дело в том, что железные дороги были делом государственной важности, и именно поэтому к ним привлекались лучшие умы своего времени. Малая часть, я бы сказал, минимальная часть объектов железнодорожного транспорта все-таки является объектами культурного наследия. Но в основном они неизвестны, неизучены и в широкий общественный оборот не вовлечены. На нашей выставке мы показываем несколько, всего лишь несколько ансамблей станций или отдельные здания станционные, которые находятся либо в плохом состоянии, в запустении, либо они заброшены, либо вероятен их снос. К сожалению, при переходе от Министерства путей сообщения к российским железным дорогам множество интереснейших объектов были попросту сброшены с баланса. Они официально нигде не числятся, никому не принадлежат и могут быть легко снесены, ну, например, в рамках благоустройства, как недавно было с водонапорной башней на Москве Товарной, Смоленской, которая, к сожалению, переехала из Красной книги сразу в Черную. Показывая эти объекты на нашей выставке, мы хотим привлечь внимание, во-первых, к ним. Здесь далеко не все ценные и не все интересные, что есть в Москве. Здесь, скажу так, наиболее знаковые объекты. Ну и хочется привлечь внимание широкой общественности в целом к проблеме изучения и сохранения наших железных дорог. Ведь, как говорил величайший архитектор Ле-Корбезье, история страны записана на трассах и в архитектуре. И в первую очередь это про нас с нашими огромными пространствами, с нашими огромными расстояниями и, конечно, про наши железные дороги.